Влияние непростой эпидемической ситуации заметно и в стенах городской администрации. В этот раз заседание прошло в онлайн-формате. Всё для соблюдения мер безопасности. Начинаем наше очередное плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. За всё время особого положения в Десногорске обследовано 1143 человека. Под наблюдением находятся 488 граждан. Коронавирус подтверждён у 8 человек. Это данные на вторник, 21 апреля. У нас есть все оснащения, которые необходимы для того, чтобы помочь на первом и следующих этапах больных с коронавирусом. Оснащённость медсанчасти – результат взаимодействия администрации города и концерна «Росэнергатом». Госкорпорация продолжает оказывать поддержку городу, особенно в этот сложный период. Процедурные вопросы завершатся на этой неделе. Дальше закупка и пойдёт непосредственно оборудование и средства защиты в нашей медсанчасти. С 4 апреля особые меры введены на въезд в Десногорск. В этот период в город могут попасть только местные жители, работники предприятий и тех, у кого есть веская причина на посещение города-атомщиков. Центральный пост мы возвращаем от 20 до 30 единиц транспорта, возвращаем в обратном управлении. Запускаем сюда на территорию жителей Егимовичей, Ивановска. У них нет ни банкоматов, ни аптек. В самом городе, несмотря на общеобластную и общемировую пандемию, жизнь у некоторых входит в привычное русло. Профилактическая работа проводится как с прогуливающимися горожанами, так и с некоторыми магазинами, работающими несмотря на предписания о запрете. У нас есть дисциплинированные предприниматели, а есть предприниматели, которые несмотря ни на что открывают свои магазины. Иначе работают городские организации. Так школы проводят уроки дистанционно. Несмотря на возможность организации дежурных групп, таких заявок от родителей не поступало. В детских садах во всех работают дежурные группы. Количество групп на сегодняшний день 8. И сегодня у нас было 42 ребенка. Функционирование учреждений культуры и спорта для горожан все также приостановлено до особого распоряжения. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ